Туберкулез – заболевание, одно упоминание о котором вызывает некую брезгливость в каждом из нас. Представление общественности – это болезнь, которая, как правило, касается представителей неблагополучных слоев населения. Между тем, в настоящее время с туберкулезом успешно борются. Врач в четвертом поколении, фтизиолог во втором поколении Мария Жарикова поясняет, что свои сложности в ходе лечения есть. Приходится оказывать психологическую поддержку пациентам и их родственникам. Туберкулез протекает абсолютно бессимптомно, поэтому, когда, конечно, к нам больные поступают в отделение, для них в первую очередь это шок. Они начинают очень паниковать, они начинают нервничать, потому что они не хотят признавать, что у них есть такое заболевание. Все-таки до сих пор у нас считается, что это социально опасное заболевание и людей делают изгоями. Хотя, на самом деле, это заболевание вполне себе излечимое, просто лечение достаточно длительное. Если при закрытых формах туберкулеза это в среднем полгода, если считать вместе и стационарный, и амбулаторный этап, то у нас это от полугода до года, и два, и три года, конечно, бывает. Рязанский противотуберкулезный диспансер – медицинское учреждение, где особое внимание уделяют мерам профилактики. К сожалению, далеко не все люди относятся ответственно к собственному здоровью. Многие годами не проходят флюорографию, а даже такая простая процедура зачастую помогает обнаружить патологии на ранних стадиях. В случае, если флюорография обнаружит отклонение от нормы, пациента направляют в кабинет рентгенолога. Тубдиспансер располагает томографом нового поколения, с помощью которого можно выявить любые патологии. У нас все-таки учреждения, которые специализируются в основном на болезнях легких. И для нашего профиля как раз вот этот аппарат является таким самым оптимальным выбором по качеству получаемых снимков, по лучевой нагрузке, которую мы даем пациентам. То есть она довольно низкая, особенно у детей. Мы используем детские протоколы, да, то есть по сравнению с взрослыми, там доза облучения, она в несколько раз меньше получается. Так что бояться не нужно здесь. Томография головы занимает всего пару минут. Чуть более сложной является процедура осмотра брюшной полости. В этом случае внутривенно вводят специальный раствор, который способствует тому, что контуры внутренних органов становятся лучше видны. И, конечно, томограммы легких. Например, здесь врач констатирует развивающийся рак. На флюорограмме в этом случае новообразование обнаружило себя как пятно. Поэтому пациента и направили к рентгенологу. Вот это пациент с периферическим раком легкого диагностированный. Это вот есть рак? Да. Процедуры безвредны для детей. Работает в тубдиспансерии и детское стационарное отделение. Специалисты рекомендуют – относитесь к своему здоровью ответственно. Тогда и уровень заболеваемости будет гораздо ниже.